Девочки, привет! Смотрите, такой вопрос. Здравствуйте, я перегораю. Появляется идея, оставляю плавно, начинаю воплощать, но все, теряю интерес. И мне даже уже не 30. То есть девушки, видимо, там больше. Сколько? Не очень понятно. Может, не 40? Может, 31? Не очень по этому вопросу. Финансовые проблемы копятся, годы идут, а я ничего не делаю. Дело явления. И с последнего прошла курс копирайтинга, оплатила, занималась два месяца. Курс идет к завершению, надо искать работу, а я ничего не делаю. И потраченные деньги, а сумма для меня крупная, тоже не аргумент. Ну ладно бы это было один раз, а то система. Да и по большому счету, ничего меня не увлекает надолго, да? И я так, здесь, правда, нет вопроса. То есть вопроса, кого нету, есть вот такое вот описание. Но я думаю, что, наверное, вопрос в том, что это такое вообще, да? И что с этим можно сделать? Девочки, здесь тоже не будет одного ответа, да? То есть какой-то точки, куда мы прямо сейчас нажмем, и прямо девушка раз такая, все, я нашла дело своей жизни, пошла, значит, и прямо стала успешным специалистом. Смотрите, если тут целая система, да, то есть это повторяющаяся какая-то история, она пишет, я перегораю. Перегораю, да? То есть есть вот такой эмоциональный, значит, скачок, хочется-хочется, очень сильная эмоция, да? А потом я как бы задуваюсь. И потом новая какая-то тема. Девочки, давайте подумаем, у кого такие бывают эмоции? У кого-то, да, классно, давайте, давайте поедем в космос, классно, давайте построим домик, классно, давайте играть в посудку. Девочки, это детская реакция, да? То есть вот эти сильные, яркие эмоции, они в основном детские. И классно, что они есть. Но строить свою карьеру или долгосрочные проекты на детском импульсе, да, это недальновидно, понимаете? Поэтому идти за каждый раз за вот этим импульсом, тем более, если у вас это все время так, да? Ну, то есть, наверное, можно увидеть, что кораблики вас бьют в лоб, понимаете? То есть, наверное, импульс – это не самое главное, чем вы должны руководствоваться, да? Но нам почему-то кажется, именно из детской позиции, что вот сейчас я вот это, и у меня все получится очень быстро, да? И тут есть несколько тем. Первое – вот этот импульс и понять, почему я иду в копирайтинг, да? И, видимо, это профессия, которую я пытаюсь освоить, а до этого было что-то до этого, да? Почему я иду за этими импульсами? Скорее всего, есть что-то, что я уже умею делать, почему я все время учусь новому, да? Наверное, есть бэкграунд какой-то, какое-то образование, какие-то навыки, да? Вот если все сложить и посмотреть, а чего я уже умею-то, да? Может, что-то начать делать то, что я уже, ну, в чем я компетентна? Это первая часть. То есть, может быть, вот эта детская реакция. Второе – это обесценивание. Мне кажется, что у меня ничего нету, знаете? То есть, у вас уже что-то есть, но вам кажется, что этого мало, что это недостаточно, и вы новое учите, новое учите, да? И чем больше вы вот учите, тем больше вы это обесцениваете, то, что уже есть, да? Поэтому попробуйте посмотреть на это. А что у меня уже есть на самом деле? А кто я уже, что я уже умею? И это прям внутри себя вот так вот проговаривает. Еще одна важная вещь – это боязнь ошибок. Смотрите, в чем плюс? Пока мы обучаемся, да? Мы как бы студенты, мы можем делать ошибки. А когда мы, типа, идем работать, как бы все, мы должны, знаете, уже быть сразу специальными кокрутыми. В любом случае, у вас будут ошибки в работе, вы через это обучаетесь, да? И вот вопрос, позволяете ли вы себе ошибку? Вообще, позволяете ли вы себе адаптационный период вообще? Отказы какие-то, да? Что вам будет сложно? Позволяете ли вы себе? Или вы от себя хотите, знаете, сразу, вот сейчас я вот обучилась на кокопирайтинг, и я через полгода должна быть уже известным копирайтером, с клиентами, с какой-то хорошей, с хорошим окладом. Если вы себе такую планочку поставили, конечно, вы испугаетесь и не захотите делать. Вы скажете, ой, что-то не очень. Дайте-ка я чему-то новенького обучусь, понимаете? Поэтому вы перегораете, потому что слишком страшно. Легче к этому можно относиться, да? Ты говоришь, ну да, окей, окей, да, действительно, я попробую копирайтинг, я попробую, посмотрим, что получится, понимаете? То есть вы не сразу как на экзамен идете, да? А вы идете как бы, ну попробуй, ну нет, так не, да? Но вот надо, понимаете, как бы преодолеть вот этот первый шаг, что все-таки сделать его. Потому что я так понимаю, вот когда люди пишут, я перегораю. Обычно остановка на уровне действий, да, происходит. То есть я вроде решила, а как надо действовать, так я оп-так, и на месте, на дно, да, зависла. А надо вот этот шаг сделать. А когда я думаю, ну ладно, можно. А в целом, то те, кто быстро перегорает, девочки, это все-таки чуть детское поведение. Здесь нужно работать в психотерапии с эмоциональным взрослением.